Всем привет! Меня зовут Инесса. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео я поделюсь с вами немножко своими планами. Также я расскажу, какие видео я буду снимать в ближайшее время. И в этом видео я также хочу рассказать вам, что я хочу отшить именно себе. Если вам это интересно, то смотрите это видео до конца. Итак, что же нового произошло у меня в этом 2020 году? Конечно, новое это то, что ко мне прилетела моя сестренка из Казахстана. Для меня это очень трогательно и волнительно было, потому что мы с ней не виделись ровно два года. У меня есть видео о том, как я ездила в столицу, в Тунис, как мы ее встречали, как мы ее забирали. Если вам это интересно, то обязательно посмотрите. В общем, на данный момент она уже полтора месяца у меня находится в Тунисе. Для чего она вообще прилетела? У нас в планах было то, что мы в конце июня улетаем вместе домой и летим через Москву. Я лечу не одна с ребенком и мне будет очень тяжело перевозить вот эти все вещи. Там игрушки, я еще швейную машинку планирую взять с собой. Как бы мне нужна была ее помощь и вот она прилетела. И мы планировали, что останемся вместе до 29 июня и потом летим обратно домой. Так как сейчас во всем мире происходит всемирная пандемия и все границы, все пути закрыты, мы не успели сделать все, что хотели. А именно мой муж планировал лететь в Египет, чтобы легализовать наш брак. На данный момент до сих пор он не слетал, потому что в Египте очень большое количество зараженных. Ну и как бы у нас сейчас тоже все границы, все закрыты. Как бы не вылететь, ничего сделать мы не можем. Мы сидим дома, как делаем. Ну, в принципе, как и весь мир. Поэтому мы немножко, конечно, расстроились. Ну и сейчас у моей сестренки в планах то, что она полетит в Турцию, поучить турецкий язык. И, возможно, она после Туниса сразу полетит в Турцию. Но это у нас пока в планах. Поэтому, так как мы планировали в июне, это все у нас сдвигается сейчас до октября месяца. Наверное, я полечу в середине октября теперь домой, потому что моему мужу надо вот ехать в Египет. Поэтому, как говорится, мы подразумеваем, а Бог располагает. Как бы мы планируем одно, а в жизни случается другое. И планы немножко все меняются. Но, тем не менее, я планирую 100% в 2020 году переехать из Туниса уже обратно в Казахстан. Я планирую работать. Также я планирую запустить свой проект, связанный с печеньями тунисскими. Я вам рассказывала тоже до этого видео, то, что из дизайнеров-кондитера я сейчас этим увлекаюсь. Как бы я открыла для себя новое хобби, расширила новые свои горизонты. Каждую неделю практически мы что-то пекем, изучаем. Ну, это мы делаем вместе с мужем. Как бы нам это нравится. И вот мы планируем открыть такой проект в Казахстане. Вот. Ну, и там уже, когда он прилетит, постепенно-постепенно мы начнем это делать. Конечно, мне сейчас немножко очень волнительно лететь обратно в Казахстан. Так как у меня здесь сейчас стабильность, у меня абсолютно здесь все есть. Живем спокойно, все хорошо. По прилету в Казахстан мне придется делать очень многое. А именно это мне надо будет. Придется снять квартиру, искать себе работу, устроить ребенка в детский садик. Плюс у нас еще гимнастика. Ну, как бы немножко придется так пошевелиться. Очень насыщенная жизнь будет. Но, тем не менее, я планирую много шить и много снимать. Поэтому, какие у меня планы, что я буду шить и снимать именно в Алма-Ате? Для себя лично я хочу отшить брючный костюм. Сейчас ставлю где-нибудь картинку. Я безумно хочу себе малиновый пиджак. Я не знаю уж... На самом деле, я не очень люблю розовый цвет. Но почему-то у меня так произошло, что в этом году я очень хочу себе малиновый жакет. Ну, и я его себе обязательно сошью. Также я хочу себе еще черный классический женский костюм. И безумно, знаете, хочу себе брюки-клеш. Вот знаете, вот чтобы штанина вот такая прям широкая была. Очень что-то я хочу. Ну, просто здесь, когда я сейчас сижу в Тунисе, я особо никуда не выхожу. Как бы мне наряжаться некуда. Только вот для вас, когда видео снимаю, наряжаюсь. А так, в основном, сижу дома. Поэтому какие-то такие вот классические вещи, как брючный костюм, там штаны какие-то. Но они мне просто не нужны. Вот. А в Алма-Ате, так как я планирую пойти работать, я хочу себе очень много обновок приобрести и что-то отшить. Поэтому вот обязательно хочу себе сшить жакет, брючный костюм и брюки широкие. Также планирую себе отшить два пальто. Если вам интересно, как я буду шить пальто, вот это вот все делать. Конечно, шить пальто это огромная работа, но какие-то кусочки я могу вам снять, если вам это интересно. Если это так, то обязательно пишите мне в комментариях, чтобы я имела в виду, интересно ли вам эта тема или нет. Так же хочу себе отшить жакет, знаете, из разной-разной ткани, такой вот яркий, пестрый, в индийском стиле. Вот сейчас, если может быть тоже найду картинку, тоже куда-нибудь здесь вставлю. Вот просто безумно хочу себе такой жакет. Он очень классно будет смотреться с джинсами. Еще, знаете, хочу себе отшить абаю. Обязательно сниму видео на эту тему. Конечно, кто не носит какие-то длинные вещи, вы можете сделать себе по колено, как кардиган. Также у меня сестренка просит отшить ей комбинезон. Я отшила уже 3 года назад комбинезон. Он у меня был такой немножко, знаете, в спортивном стиле. А здесь я, наверное, более сделаю такое комбинезонно, подчеркивающее ее силуэт, ее фигуру. И, возможно, я буду сшить его и с тонкой-тонкой замши, вот декоративной. Она очень мягкая, красивая идет. Ну, планирую вот и с такой сшить, но как она захочет, я, конечно, не знаю. Вот. Также в ближайшее время планирую отшить для своей шасминки рюкзачок детский. Вы уже на моем канале видели, я отшила 2 рюкзака. Один рюкзак я отшила для сестренки, и один рюкзак я отшила для себя в красном цвете. Если вы хотите себе отшить такой же рюкзачок, то у меня уже есть подробный мастер-класс. То подробный мастер-класс, если вам интересно, то обязательно себе сшите. Я настолько подробно рассказала, что абсолютно любой человек, не умеющий шить, может это просто сделать и воплотить. Поэтому обязательно пробуйте и шейте. Также, какие будут в ближайшее время у меня видео на канале. Это будет переделка рубашки, планирую сделать. Также хочу отшить себе топ в белевом стиле. Возможно, тоже покажу, как я шью. Также планирую снять влоги со своей сестренкой, куда мы будем ездить, куда мы будем ходить. Ну, конечно, если у нас же город откроет, потому что на данный момент у нас все закрыто. И, конечно, это будет лето скоро. Мы ждем море. Буду снимать, будем путешествовать. Потом обязательно буду снимать себе поездку в Алмату. Будут другие еще мастер-классы по паршиву обязательно. Если у вас есть какие-то идеи, какие-то советы, что можно было бы сшить, что вам было бы интересно посмотреть в Тунисе, пока я здесь нахожусь, либо какие-то мастер-классы, то тоже обязательно пишите мне в комментарии. Так у нас будет с вами немножко диалог, и мы будем понимать, в каком направлении нам двигаться, и что нам вообще снимать, а вам что смотрите. Вот такие вот у меня планы, вот такие вот у меня мысли. За моим каналом, чтобы не пропускать мои новые видео, нажимайте на колокольчик обуведомления, чтобы вы будете знать, какие новые видео выходят на моем канале. Всем вам хорошего дня, всем хорошего настроения, и всем пока-пока!